Читаю четвертую книгу Царств, главу вторую. И вышли сыны пророков, которые в Вифиле к Елисею, и сказали ему, — Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над главою твоею? Он сказал, — Я также знаю, молчите. И сказал ему Илья, — Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон. И сказал он, — Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя. И пришли в Иерихон. И подошли сыны пророков, которые в Иерихоне к Елисею, и сказали ему, — Знаешь ли, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над главою твоею? Он сказал, — Я также знаю, молчите. И сказал ему Илья, — Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану. И сказал он, — Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя. И пошли оба. Пятьдесят человек из сынов пророческих пошли и стали вдали против их, а они оба стояли у Иордана. И взял Илья милость свою, и свернул, и ударил ею по воде, и раступилась она туда и сюда, и перешли оба посуху. Когда они перешли, Илья сказал Елисею, — Проси, что сделать тебе прежде, нежели я буду взят от тебя? И сказал Елисей, — Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И сказал он, — Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет. Когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул, — Отец мой, Отец мой, колесница Израиля и конница его, и не видел его боли. И схватил он одежды свои, и разодрал их на две части, и поднял милоть Ильи, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана, и взял милоть Ильи, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал, — Где Господь Бог Ильи? И он самый, и ударил по воде, и она раступилась туда и сюда, и перешел Елисей. И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне, издали, и сказали, — Почил дух Ильи на Елисея. И пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли. И сказали ему, — Вот есть у нас рабов твоих, человек пятьдесят, люди сильные. Пусть бы они пошли и поискали господина твоего. Может быть, унес его дух Господень и поверг его на одной из гор или на одной из долин? Он же сказал, — Не посылайте. Но они приступали к нему долго, так что наскучили ему. И он сказал, — Пошлите. И послали пятьдесят человек, и искали три дня, и не нашли его. И возвратились к нему, между тем, как он оставался в Иерихоне, и сказал им, — Не говорил ли я вам, не ходите? И сказали жители того города Елисею, — Вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна. И сказал он, — Дайте мне новую чашу, и положите туда соли. И дали ему. И вышел он к истоку воды, и бросил туда соли, и сказал, — Так, говорит Господь, я сделал воду сию здоровую, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия. И вода стала здоровой до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал. И пошел он оттуда в Вифиль, когда он шел дорогой, малые дети вышли из города и насмехались над ним, и говорили ему, — Иди, пляшивый, иди, пляшивый. Он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса, и растерзали из них сорок два ребенка. Отсюда пошел он на гору, кормил, а оттуда возвратился в Самарию.